Приветствую вас и давайте мы с вами ввиду отсутствия вопроса с вашей стороны Ну и сначала просто поясним немножко ситуацию В принципе коллега правильно сказала, что это самовлюбленный человек Который не делает ничего такого во вред себе Психически больной человек может себе навредить Ваш мужчина себе не вредит Ваш мужчина напротив делает все себе во благо И вот этот момент полностью исключает Возможность наличия у ваших мужчины какого-либо заболевания Тем не менее, вы, несмотря на свое явно негативное отношение к этому человеку А вы давно почему-то считаете, возможно, для себя терпеть такое его отношение То есть раз за разом, вот по кругу, вы попадаетесь на одну и ту же его уголку Которая связана непосредственно с тем С тем, что мужчина хочет вас использовать И он это делает Он вас использует И тогда И тогда Возникает вопрос А почему вы позволяете себе Использовать Вас В его целях И его целях Что вы надеетесь Получить Что вы хотите получить Что вы видите В мужчине И так далее Вот Цель вашего вопроса Она в том Что вы Хотите Чтобы мы подтвердили ваше Утверждение О наличии психопатии У вашего мужчины По вашему описанию нет Психопатии у него нет Мы можем Подтвердить по вашему сообщению то Что у вас От него Вероятнее всего Зависимость Вот Эту зависимость Их нужно Прорабатывать Почему? Спросите вы Я же Здесь Задаю вопрос Связанный С мужчинами С тобой Понимаете Дело здесь Все в том Что мужчину Мы поменять Не можем Никак Мы Его не знаем Он К нам Обращался За помощью А вот Вы Вы Обратились И именно Потому что Вы к вам Обратились За помощью Мы Ставим себе Первую цель Вам Помочь А помочь Мы Вам можем Только В том случае Если Вы Сами Этого захотите Помощь Это Изменение Вашего Поведения И Изменение Вашего Отношения К тому Что происходит Вам Об этой Ситуации В целом Плохо Иначе Вы бы Не писали Нам Здесь Свой вопрос Раз Вам Плохо Значит Вам бы Хотелось Чтобы Эта ситуация Изменилась И Вот Чтобы Она Изменилась Нужно Проанализировать Какая Заинтересованность Лично У вас Ну вот Сказалось бы Мужчина Время Начнули Перестать Принимать Его Серьез Сказалось бы Мужчина Раза 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 Совершает Одну Идуть Сбаскировательных Действий Значит Нельзя Ему Верить Нельзя Его Принимать Потому что Хотя бы Чисто Вне Ничего Не меняется С его Позиции С его 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 Все Равно Все Равно Во-прежнему Вы Принимаете И Вот У меня К вам Вопрос А Почему Вы Принимаете Почему Вы Продолжаете Принимать Его Поведение хотя оно совершенно не меняется с течением времени, вот на этот вопрос вам и нужно ответить. И я понимаю вас, вы обвиняете этого мужчину, у вас на него обида, у вас на него злость, может быть непонимание, ревность, там что-то еще, но это все ваши шутки, вне зависимости от того. Лучше вы будете понимать мужчину, хуже вы будете понимать мужчину, его поведение не изменится до тех пор, пока оно, по его мнению, будет ему выгодно. И вот именно выгоду от его поведения вам и нужно убрать, и убрать именно изменением своего поведения. Как бы это звучало не парадоксально, только так вы можете изменить ситуацию. Только так вы можете прекратить этот циклический круг, в котором вы являетесь пленником, жертвой, несчастным человеком, крайним и так далее. Для этого, возможно, придется проанализировать ваши потребности, ваши желания, которые вы стремитесь удовлетворить через вашего мужчину, как раз таки. Вот об этом я с вами и хотел бы поговорить. Ну или с любым другим психологом, которого вы выберете на нашем ресурсе, вы можете обсудить данный вопрос. Поверьте, это очень важно для вашей дальнейшей успешной, позитивной жизни. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...